Все-таки разлетку, чтобы понять, кто куда из команд будет падать И как сформируется первая безопасная окружность Да, зона очень комфортная Ты посмотри, куда у нас полетели Канино Пауэр Непривычно видеть при такой разлетке в самом центре Получить вот такое преимущество на ранних таймингах По-моему, очень классно для этого коллектива Чтобы, опять же, хорошо расположиться по турнирке И Мандарина быстро находит и тут же косе вышибает Возвращаясь к игре Может быть, мы успеем еще сделать пару обсуждений Ах, Канино Пауэр в этот момент входит нас на коллектив Киданза Который я отмечал в центре карты И не успел я перейти на их тему Как они сами себя привели к нашим, так скажем, комментариям Есть одинок Тофиза Невероятно талантливого представителя уже отправили на колено Блэквайт вызывает медицину и динозавр пытается наверстать И Блэквайт еще снова просаживает динозавр И успевает отработать по нему Добор был моментальным Тофиз дать еще не успел Дядя Гонза настрел по динозавру в ответ Канино Пауэр потеря на ранних таймингах И надо организовать добивание, по идее, Тофиза Но не делает это коллектив Канин Проиграет втроем Это именно Пэн И ребята снова сегодня в меньшинстве Вот у кого, так говорится, настоящие проблемы Так это у них Если у Канино Пауэр временная просадка То у ребят уже стабильно отсутствие представителя четвертого Это плохо Команда с хорошим потенциалом Позиционочка, зона прокает просто чудесным образом У них еще и аэрдроп был Но они вынуждены отказаться от всех благ В пользу именно своей территориальной позиции Потому что им нужно будет играть от Сейва Очень высокая конкуренция И еще и второй дроп тоже туда же Поступает по мере возможностей И следят за всеми командами Поэтому наберитесь терпения И я уверен, что как раз таки может быть Бликснейк сейчас порадует вас Отличным хайлайтом Потихоньку закручивает на него Джеки Малой прикрывает еще шире Тут же идет у нас отстрелочка по импрессу Хороший зажим от Джеки И тут же прессинг с левой стороны На Айксе получили ног Смотрим за Бликснейком Не справился он с Малым Малой перестрелял сейчас Бликснейка И Малой будет брать паузу Чтобы похилиться Потому что потерял очень много тоже ХП Бафло Билла отправляет ног уже Питер Свитер Ну а импресс ног это Малова Очень серьезные размены у тех и у других И Блинкью имеет шанс сейчас доработать по коллективу Но Спрейт Скалаша достаточно не точно со второго захода Закрывает таки Найксов И отправляет эту команду на 16-ю позицию Промокод, ну а мы отправляемся на команду Пресеф Которые уже зовут, а в два поинта выходят на оставшиеся дуло Канино Пауэр И потрясающий моментальный нок от Неуза по Акзеру Соло-представитель Канино Пауэр Теперь остается и есть великая вероятность, так скажем Отлететь на 15-ю строчку Именно, потому что Кассе уже врезается на баги в этики И будет сразу же искать нокнутого игрока Канино Пауэр Что я хочу сказать, что Пресефы Вот таким мувом Либо очень хорошо следят за киллфидом И знают, что в КП уже были потери Либо просто играют на агрессии Ну а пока у нас Веня закрывает импресса Проблемы у революшенов И Рудер из альянсов работает также с хая по этой команде Извини, Лёш, что немного перебил На букву Б Блинкью, Бликснейк и Баффало Билл И импрессу, мне кажется, надо было ник ставить не анбан импресс А бан импресс Тогда все игроки были бы на букву Б в этом составе И было бы прикольно Убилл из новой эры отрабатывает по Паксам И Вастейшн у нас отрабатывает по Бликснейку И революшены снова страдают Ну а мы перемещаемся таки на новую эру И здесь состав Аркред, который уже понес потери В самом-самом начале Как и Канино Пауэр Должен сейчас опасаться отлететь на 14-ю строчку Да, 15-е место, получается, забрали у нас революшены Ты посмотри, у нас снова Фиданза в киллфиде Выходят с хорошей победой Трофка, Нокай, Тигзи Ну и Ньюэра под шум волны Пока мы с тобой были отвлечены жаркими сражениями Имеют уже два ПТСа на киллах Отличное начало для новой эры Паксы под прессингом Натус Винсера И один представитель, который находится в Ноке Находится за чертой текущего круга Я так понимаю, что как раз состав Паксов пострадал на новой эре Потому что мы видим только двоечку, которую контролит коллектив Na'Vi Жалко, жалко Паксов Тяжело будет очень выбраться этой команде Они вне безопасной зоны И четвертая зона уже устремилась Скоро она начнет их подъедать Но новая эра явно сейчас обозначает И показывает, что отпускать Паксов они просто не намерены Здесь помимо Паксов мы видим еще дуо команды Аркред И это очень неприятная ситуация для коллективов, которые находятся в центре Новая эра, нужно как можно быстрее справиться с Уже сольником команды Аркред Для того, чтобы наверстать свои силы И помочь зайти в спину для Натус Винсера Они увлечены Паксами Самое время забирать их Машина вместе с этим отлетает у нас в лобби К сожалению, игрок Яша И Кирилл пытается отработать Тут же Нокетон Стикзи Выходит сейчас на Китсуне Но максимально был ослеплен буквально на 100% Матик в этот момент прокидывает дополнительный молотов И ребята просто сгорают Эх, одиннадцатая строчка Вчера как-то поскромнее отыгрывали команды С точки зрения того, что до пятой зоны Могло гораздо больше людей находиться еще на карте Сейчас у нас очень динамичная первая игра Нам игроки как бы обозначают Что сегодня такой жесткий, наверное, игровой день И нашим зрителям ни на секунду не удастся Отойти от своих экранов Потому что здесь все время что-то происходит Начали с конейной пауэры Этот темп продолжается по сей секунду Мушки это отрабатывают у нас по мастеру После хорошего нока по прайдам Ребята были наказаны Нельзя расслабляться ни на секунду Кстати говоря, Пейна у нас все еще держит По-моему, свое полное количество С которым они стартовали Три представителя в матче И ни один из коллектив не смог их выбить из центра зоны Но при этом у Пейнов по киллам тоже ноль То есть скромность на Пейнах Роги в ноке Возможен сейчас потенциальный ПТС для Мушкета Но нет, нок совершает, оказывается, найн В спину команде Мейджор Прайд Ну а лакер Фа у нас падает от игровой зоны в нок Уже два нока у Ониксов И разбираются они с составом Мейджор Прайд С одним из игроков Это был Биба И рефлекс также с фланга Подходит в зеленый ангар Где тройка из Мейджор Прайд Вынуждена прикрывать бафланга В киллфиде мы сейчас наблюдаем Устранение коллективом КДВ Натус Винсера Двоих уже Троих даже потеряли И все это сделал соло состав Именно на КДВ Ребята настолько набрали темп Что их никто не может остановить Даже черно-желтый Закон Вори Параллельно отрабатываются хаешки под офису И моментальное отправление в лобби представителей команды Ну и я смотрю на позицию 12-18 освободили себе проход В эту финальную зону И правильно сделали Более времени остается не так много Всего лишь 20 секунд до схождения круга Рефлекс может очень хорошо затамить хаешку Минус Мейджор Прайд И плюс 4 уже ПТС на киллах у Мушкета Эну и Рефлекса И тройка под финал раскрывается Всего 4 команды осталось И на первой игре Играя втроем Достигнуть такого результата Это дорогого стоит Ребята молодцы Как отмечают многие наши коллеги Нужно не только занять хорошую позицию Но и уметь ее отыграть Вот они с этим справились У них было 0 киллов Но это было не главное А вот дождаться Поймать пик Разборки между Ониксами и Прайдами Это было просто самое верное решение С которым они справились На 5 с плюсом Ну а КДВ подставляет сейчас спину Под капитана команды НАТУ Свинцера Китсу не спрятался достаточно хорошо Странно, что Эвэстейшн Не предположил, что кемпы уже будут заняты Там сидят пейны Они сейчас чекают спину поля Там как раз-таки последний представитель НАТУ Свинцера Засейвился Это Адер, да? Я правильно понимаю? Да, да, совершенно верно Ну и Веня падает в ног Неудачная позиционка От КДВ и Спортс Рефлекс делает второй ног Тут же через дымы прошивает КДВ И на лоу хп остаются нокнутые игроки И возможно сейчас будет Нок и третьего игрока Да, это взрыв машины И ХАЕшка закрывает Веню И там остается Джибрют И Тровка, который тоже уже в ноге от 12-18 Пейны теряют сейчас иную А Тулика работает в спину Как раз-таки приходит фулл состав Ребят ни капельки не смущает То, что в Килпиде появился третий состав Но они тут же идут голодные на добивание И еще два поинта в копилочку Тим Пейнт 7 киллов Топ-3 Это просто сумасшедший сценарий Ну а Китсуня делает то же самое, что делали у нас пейны Просто ждет разборок между КДВ Ой, КДВ 12-18 и пейнами Ну а я думал, ты сейчас скажешь такой Ну и топ достается 12-18 Потому что фулл стак 12-18 сейчас бежит на последнего игрока Адера из Натус Винцера И Тулика не смог его перестрелять Появляется небольшая интрига Сможет его добить Да, он делает еще один ПТС И уходит в лобби Но мы констатируем, что выжил максимум из эпизода Последний представитель Натус Винцера И с 10 киллами этот коллектив заканчивается Субтитры сделал DimaTorzok